Мы продолжаем учение Таня с самого начала, мы уже в 6 главе, 14 урок. Мы учили до сих пор в 2, 3, 4 и 5 главе, как устроена Божественная Душа. Первыми поняли, кто она. Она Богом, Богом дана. Она часть Всевышленной, которая Всевышленной перевратила в конечные итоги в Душа для человека. Как она устроена? Она устроена из десяти сил, которые разделены на двух частей. Разум и чувство. Разум у него три устройства. Хохму, бинуй, даас, хабад. А еще семь атрибутов чувств. Похоже на небесных сферот, которые находятся в Миротилут. И поэтому сказано, когда написано в Тору на асе, одом бецалмейну кидмусейну, сотворим человек подобен нас. Подобен нас означает подобен десять сферот, десять атрибутов, которые есть в Миротилут и дальше. Кроме того, у Душа есть три одеяния, так называемые. Три силы, которые похожи на наше знакомое одеяние. В том, что это не она, это инструмент для ее появления. Какие они? Какие одеяния? Какие инструменты у нее есть? Мисли, речь и действия. Мы учили в четвертой главе, на чем пользуются эти три одеяния. На соединение Божественной Души, да? Какая польза носит и ей ее одеяние. Соединение человек или соединение душа через человек, через телесное существование. С творцом, как? Приполнение заповедей и учение Тору. А в пятой главе мы глубже учили, какая мощь соединения происходит благодаря учению Торы, которое подобно этого соединения нету больше в нашем мире. Теперь мы разбираемся, противная сторона, животная душа. Теперь мы дошли к животной души. Какая она, животная душа, мы уже учили. Мы уже учили в первой главе, когда мы учили, что животная душа, она производится, она рождена от клепот, напротив того, что рождается от Всевышнему, Божественная душа. Рождаются от клепот, да? От ангелий, которые называются клепот. Они рожают, они учредители нашей животной души. И какая у нее цель жить, существовать. Это зерна эгоизм, существовать. Какие у нее желания, преимущества, куда тянется этого желания к существованию. Есть у нее четыре составляющие, которые похожи на то, что мы находим в нашей материальной жизни. Земла, вода, воздух и огня. Каждый из этих составляющих указывает определенный вид характера. Спирчивость, ленивость, болтовня или нечего, или наслаждение. Теперь пришла очередь, как она функционируется. Поэтому мы будем сегодня открывать книгу Таня, в 6 главе, 61 страница на русскоязычный перевод. И начнем читать сразу. Всегда Всевышний сотворил мир. Зе, ле ума зе. Это против того. Зеркально. Почему зеркально? Почему важно, что божественность, святость и клепот будут похожи, как зеркало? Только это в стороне тма, а это в стороне свет. Почему зеркально? Запутать нас. Что будет, о чем испытывать человек. Если это было ясно, что это плохого, это хорошего. Кто захочет плохого? Когда они зеркальны, они напоминают друг другу. О, теперь можно путаться. Вот это суть испытания. Что будет параллель. Зе, ле ума зе о селиким. Всевышний сотворил это напротив того. Так как божественная душа устроена, в ней находятся 10 атрибутов. Только они святые. 10 атрибутов разделены на двух частей. Разума и чувства. Но они святые. Они божественные. И она одеваются. И она одевается. И пользуется инструментом. Триех инструментов. Мисли, речь и действия. Так же. Как? Так же. А нефеш де ситра ахро. Душа, которые рождаются ситры ахре. Ситра ахра это выражение клепот. Потом будем понять, что такое ситра ахра. Животная душа, она производится, она учреждается от какой вид клепот. Клепот нога, который мы уже изучали в первой главе. Что такое клепот нога? Она смешанная добро и зла. И где находится этого душа? В крови у человека. Почему в кровь? Почему в кровь? Почему не в глаз? Почему не в мышцы? В нервную систему? Почему не в дыхание? Почему в кровь? А? Ну. А что? Дыхание? Мы же узники корона. Без воздуха, без кислорода у нас Ничего хорошего. А? Кровь по всему телу. А что, кислорода нет? Кислород? Да. Ну, а, хорошо. А кислород? Давай душа в кислород. Нервная система не по всему телу. По всему телу. Ну, вот нервная система. Вернемся обратно. Вы правильно говорите. Все соединение между вверх и вниз Всегда мы пользуем Совершенно пользуем Совершенно пользуем Совершенно творцу Пользовать Посредник Как Трансформатор такой Трансформатор Что должен делать? Принимать силу И пустить Меньше Или другое Другая активность Или Поменьше Любой Ну, тогда это Той стороне Какая разница? Когда мы говорим о соединении Это должно быть Что-то, которое Включает в себе Оба сторон Вверх и вниз Иначе Это не Это не Соединяющее Устройство Это Разделяющее Устройство У человека В физиономе Человека Самый Близко К Духовному Небожественному Духовному Это Кровь Нервная Система Это Час Наш Организм Чистый Он что Он проводит Сигналы Между Мозг И Чистые Тела Что делается Это Часто Организм Дыхание Я беру Воздухом И гоняю Внутри Это Не я Это кто-то От Не себя Кровь Это Организм Который Включает В себе Необыкновенный И необычный Для Наш Организм Сил Первый Он Теплый По себе Если он Теплый Он Значит Не движется Он умирает В него Есть Жизнь Сам По себе Он Устроен Из Несколько Устройств Которые Каждый По себе Должен быть Живой И он Как говорил Шафутинский Правильно Носит По всему Тилу Кислород Поэтому Мы Называем Живой Живой Кровь Кровь Которая Находится В левой Полости Где Есть Кислорода Он После того Что он Принимал Кислород А Мертвую В Параве Полость Потому что Там Нет Жизни Там Нет Кислорода Он Неживой Он Вернулся Обратно Он Еще Неживой Живой Когда Он Вернулся Обратно В левый Полость Поэтому Кровь Это Тот Который Как будто Принимает К себе Жизненная Функция Он Разгоняет Жизнь Когда У крови Есть Проблем Что Происходит Все Болезни Когда Мы Хотим Видеть Болезни Где мы смотрим В крови Когда Кровь Куда-то Не носится Что происходит Он умирает Или болеет Кровь Произносит По всему Организм Жизни И здоровая Жизнь От него Извисим Все Начинается С ним Поэтому Поскольку Он Теплый Поскольку Он Жизненное Обеспечение Кислородом Поскольку Он Это Приносит По всему Тилу Местонахождение Животная Душа Находится В него Именно В него Там Она Встречает Функция Потому что Функция Божественная Душа Не Жизни Функция Божественная Душа Не Существование Телесной Жизни Это Всегда Даже У праведника Функция Животная Душа Божественная Душа Приносит К нам Свет Всевышний Не Жизни Жизни Дает Нас Животная Душа Это Ее Функция Это Ее Это Она И Трансформатор Между Жизнью К Телу Поэтому Позже Мы Стретьим Очень Хорошее Очень Сильное Выражение Рэбе По Отношению С Животная Душа Она И Есть Сам Человек Человек Без Животная Душа Это Труп Это Не Человек Поэтому Жизненное Обеспечение Поскольку Она И дает Его Она Соединяется С Поручателем На Жизненное Обеспечение Материальный Организм Кровь Она Она Крови После того Что Мы Понимаем Что Она В Крови Она Как И Божественная Душа Только Напротив Устроена Тоже Из Десяти Элементов Но У Божественная Душа Этих Десять Элементов Называются Силой Кохот На Святом Языке Силой А у Животная Душа Называется Десять Грязненной Короной Трон Корона Десять Грязных Короной Почему Короной Грязной Как Ладно Поняли Грязной Потому что Они Святые Потому что Они Святые Потому что Они Не Богом А Корона Почему Причем Тут Корона А Может быть Корона Давать Божественная Душа Вот У нее Есть Корона Корона Богом Чего У Животная Душа Должна Быть Корона Слишком Много Почет И чест Даем Ей Очень Большая Плочина Она Сана Это Чувство Сана Чувство Чувство Это Корона Трон Мы Говорим Человек Который Сам Себе Слишком Много Возомнил Что Ты Надел Себе Корона Что Это Значает Ты Как Ведет Себе Этот Человек Ему Хочется И Поскольку Что Ему Хочется И Тормоз Нет Он Не Умеет Себе Тормоз Он Считает Что Все Должны Ему Помогать Свои Желания Выпольница Чувство Животная Душа Она Без Тормоза Если Ее Не Останавливать Если Ее Не Воспитывать Она Без Тормоз Она Бесконечная Ей Хочется Тормоза Телевизор Телевизор Посередина Футбола Да Что Такое Что Будет Он Носить Криком Истерика Что Такое Да Не Увидишь Тикар Футбол Завтра Увидишь Футбол Услышишь Результат Завтра В газете В чем Проблем Да Нет Еще Или Возьми У мужчины Свой Диван Где он Привык Лечь После Работы Какая Какая Какой Крик В жизни Будет Это Это Ее Диван Ну Она Будет Кричать После Того Что Она Убрала Готовила Цацкала Принесла Отдала Ну Потом Она Тоже Имеет Право А Мужина Первый Кричит Как Только Его Трогали Ну Мы же Знаем Как Это Работает Не Не Мы Не Такие Чужие Чужие Такие Тем Не Менее То Есть У Животная Душа Если Не Воспитывать Чувство Она Корона Она Надевает На себе Право Получить В Любых Условья Божественная Божественная Душа Так Не Работает Это Не Потому Что Она Воспитана Потому Что Главная У Божественная Душа Разум Не Чувств И Поэтому Она Соединяет Через Чего Через Мозги У Человека Через Разум Человека Что Разум Делает Успокаив Спокойно Будешь Хотеть Сколько Надо Когда Надо Что Надо Успокойся Забрали Так Забрали Ничего Страшно А Животная Душа Так Не Работает У нее Корона На Голове Шэээн Шэээн Мидоис Как Они Разделаются Вот Этих Десять Корон Этих Десять Корон Разделаются Следующим Образом Шэээн Шэээн Шэээм Мидоис Роис У Нью Сем Желания Плохие Желания Хабоис Мээрба Йесои Дэсаро Иманал Который Истекает Из четырех Злих Элементов Которые Было Выше Сказано То есть То есть Какие Они Будут Этих Сем Чувств Ну Зависит Какое Устройство У меня Животная Душа С Каких Из Четырех Элементов У меня Подчелкивается В Натуру У Божественной Души Такого Нет Божественная Душа У нее Нет Склонность У нее Есть Разум Что Разум Говорит То и Надо А разум Не устроен От Склонности От Разума От Способности Понять Чувства У животной Души Склонены По Натуральной Рождении То есть Человек Который Рождался В рождении Он был Такой Ленив Первый Который Будет Кричать Криком Это За диван Который Выдвинулась Человек Который Рожден Человек Который Склонен Наслаждаться Возьмут Первое Пиво Начнет Кричать Человек Который Склонен Спирчивость Как только Его коснуться Он начнет Зарвать Всего Вокруг Или Человек Который Логкомисленный Затыкает Его Он начнет Сходить С ума То есть По склонности Его Четырех Элементов Такие Поведения Не будут Его Короны Короны Чувств Мы говорили Что есть Десять Чувств Десять Корон Куда Куда Пропали Шо Три Весехла Муэллидон Ханэхлэк Лешолэй Шэлхохмэ Бэнэвэдэс Микэромэмэдэс Сэрэзэм Говорит У нее Есть Разум Разум Который Рожает И Рождает И Учурождает Этих Чувств Так Секундочку Теперь Это совсем Похоже На Божественная Душа У Животная Душа Выходит Тоже Я Сразу Не Не У Него Разум Который Рождает Пасклоность В чем Разница Мишду Разум У Божественная Душа И Разум Который Есть У Животная Душа Киамидэс Элэфир Хасехар Желание Короны Чувств Которые Есть У Животная Душа Поднимаются Или Снижаются На Уровень Развития Разума Объясню Если Мы Поедем Сейчас В Каком-то Племени Забытые Племени В Африи Какое Мы Найдем У них Желание Поест А что Поест Что Поест Что Есть Ну Другим Словами Они Захотят Пить воды Чистые С крана Не ходить Колодец Поймать Быстро Какой-то Утка Или Какой-то Корова И Порезать Что Она Будет Вкусная И Нежная И Найти Ближайшая Женщина Которая Можно С ней Пойметь А А Если Мы Встретим Сейчас Олигархов Живущий В Монако Пик Богатства Что У Него Хочется Я Даже Не Понимаю Честно Когда Я Видел Первый Раз Часы Стоимость Выше Там 100 Доллар Я Обалдел Я Не Знаю Что Это У них Нет Желания На Машину Какой-то Непонятная Наволоченная Машина Которая Меня Не Понят Люди Какая-то Яхта Не Лодки Которые Рыба Ловит Какой-то И Самолот Типа Непростой Боинг Который Можно Сесть А Какой-то Навороченный Какой-то Который Я Даже Не Понимаю Что Это Такой Не Реально Не Знаю Никогда Не Зашел Туда У У меня Нет Понимания Недоходчивого Меня Понимания Я Не Достичь Е Никогда И Слава Бога Почему Что Богатый Который Живет В Монаку И Дошел Какой-то Пик Достижения Дингами Есть Более Я не знаю Какой-то Другой Животная Душа Чем У Африканец Который Никогда Ничего Не Видел Нет Развит Мозг Другой У Того Который Ходит Ело Ело С Покрытой Своих Достоинства Он Не Видел Ничего Больше У Него Мозг Не Развит В Это Направление Он Не Понимает Что Что Еще Надо Не Понимает Объясни Что Он Хоть Захочет Но Он Не Понимает У Этот Человек У Другой Богатый Очень Богатый Человек Совершенно Другой Развит Развит Нравы В Желания Он Пробовал По Другому Я Не Знаю Кто Там Кто У Нас Был Тут Французский Ресторан Поверьте Меня После Того Что Вы Сели Первый Раз Утку Французский Ресторан Вы Захотите Совершенно По Другому Утку Больше Вот Все Что Готовили Вам До Сих Пор Не Интересно Больше Но До Того Хорошая Утка Того Что Жена Готовила В чем Поблем Хорош Тоже Вкусная То Есть Уровень Достижения Моих Чувств Животная Душа Этих Чувств Короны Зависит От Развенности Моего Интеллекта И Еще раз Разница Между Божественная Душа Огромная Теперь Очень Огромная Это Как Шпагат Другой Другой Сторон Божественная Душа Все Начинается С Мозга И Вопрос Нужно Ли Вообще Оно У Животная Душа Так Не Работает Нужно Ли Что Нужно Мозг Ищи Что Нужно То Не Вопрос Нужно Ли А Как Нужно Ли Сколько Нужно Ли Как Получить Того Что Нужно То Неразвитый Человек Будет Лечь Дома С Бутылкой Пива В лучшем Случа На диван И Будет Толстеть Потихоньку Развитый Человек Понимает Что Лучше Пить Это Пиво Конец Неделу После Заработанной Зарплаты И Для Этого Нужно Институт Нужно Работу Нужно То Другое Другой И не Толстец Потому что Количество Пива Будет В конечном Итоги Побольше И Подольше Здоров Будет То есть Развитие Мозг Интеллект Помогает Меня Осуществить Большие Желания Мои Коронные Чувств И не Наоборот У Божественной Души Это Наоборот Он Говорит Чувства Ты Помальчи Вообще Не Существуешь Я говорю Когда Хотеть Я говорю Что Хотеть И Сколько Хотеть У животной Души Так не Начинается Она Хочет Она Говорит Мозг Ну Думай Теперь Теперь Как И Что И Когда Не Если Ни В Ком Случа Не Если И Поэтому Сколько Захачу Это По сравнению Моего Достижения Интеллект Маленький Ребенок Хочет Маленькими И Престимы Вишами Почему Лефиша Сихлой Котон В Коцар Ласик Дворим И Корим И Сама Поскольку Что Его Развита Мозг Интеллект Маленький Написано Что Детей Очень Жестокий И Эгоисты Почему Они Жестокий Эгоистов Потому Что Не Понимали Что Если Ты Будешь Мылый И Делишься То Получишь Больше Мы Не Мылый И Не Умеем Общаться С людьми Потому Что Нам Это Надо Нет Нам Надо Получить Больше Поэтому Мы Учили Себе Помельчать Делиться Чуть Чуть Потом Получу Больше Но Ребенок Это Не Понимает И Поэтому Он Злится Из 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 Каких Мельчиц Так Так Когда Он Хвастается Видели Когда Ребенок Хвастается У Меня Пампер Самый Красивый В детском Саду Или Трусы Красивые Есть Там Микки Маус Того Что Нам Точно Не Покажем Да И Также Других Видов Желания Но Взрослые По Другому Взрослые 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 Взрослые